Юбилей отмечает и сам проект. Планете баскетбола «Оранжевый атом» 5 лет. Зародившись в Десногорске, сегодня он известен далеко за пределами города, региона и даже страны. Поддержка концерна Смоленской АЭС, администрации муниципалитета, Центра спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом» дала возможность проекту динамично развиваться, объединяя людей вокруг идеи здорового образа жизни и социальной активности. На сегодняшний день мы с большим удовольствием говорим о том, что проект состоялся в олимпийском цикле. Я хочу просто действительно выразить искреннюю благодарность концерну «Росэнергоатом» Андрею Венальевичу Петрову, который курирует это вот от первого дня нашей жизни здесь. Я хочу выразить огромную благодарность ему офису, концерну «Росэнергоатом», всем руководителям, которые эту программу поддерживают и развивают, конечно, нашей атомной станции, Павел Васильевичу Лубенскому, потому что атомная станция – это часть всей атомной энергетики, не только России, но и Европы, и мира. И администрации года Андрею Николаевичу Шубину, Александру Александровичу Новикову, потому что сегодня очень активны и очень приятно, что работает сегодня и наше образование городское, и спорт городской, и культура городская. Новый сезон «Планеты баскетбола», как всегда, будет насыщен соревнованиями, культурными и патриотическими мероприятиями, спортивными и творческими конкурсами. Запланирована большая праздничная программа, посвященная Великой Победе, юбилею атомной промышленности, Дню энергетика. Спортивный проект стал неотъемлемой частью Десногорска и одним из векторов его развития. Данный проект уже развивается в течение пяти лет. Мы за это время получили замечательные спортивные площадки, как в здании «Отфок», где мы с вами находимся. Был построен открытый баскетбольный студент, который сейчас совершенствуется и развивается. Запущены замечательные проекты в детском садике, в наших школах. Атомщики на протяжении многих лет поддерживают отраслевой баскетбольный проект, кладывая в него средства и ресурсы. Кроме этого, в городе успешно реализуются и другие спортивные дисциплины. Все помнят, ни для кого не секрет, что именно благодаря атомной станции у нас в городе появились и успешно развиваются это и гонки на драконах, питанг, дарс. Буквально недавно, в январе месяце, подписан директором генерального концерна и утвержден приказом проект по развитию хоккея в городах присутствия атомных станций, в том числе и в городе Десногорска. Олимпийский фестиваль 2020 открывает школьная баскетбольная лига «Кэсбаскет». 8-9 февраля на паркете «Фок Десна» встретятся финалисты сильнейшей команды Смоленской области. Начало соревнований 8 февраля в 12.30. Парад открытия и финала. Показательные выступления в 15.45. Финальные игры 9 февраля. Начало в 12.30. Торжественное награждение победителей в 18.00. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.